Большое спасибо за приглашение, во-первых, с этим хочу начать. Мы в начале, и как вы заметили, тут уже многовружаемые коллеги, как и Михаил, наш канцерегистр обоснован только на энтузиазме и на желании на работу группы наших специалистов. С минимальными или практически нулевыми затратами мы смогли развить, сделать канцерегистр. И согласно стандартам МАИР, включили его в разработку. Моя презентация больше несет интерактивный характер, информационный характер, так что смотрим, задаем вопросы. На данный момент онкослужба в Молдове развита по районам. Во всех районах есть онколог, районный онколог, который отвечает за больных, онкобольных на своем территории. И, соответственно, в Кишиневе расположен единственный в республике онкоинститут, который предоставляет комплексные лечения в консилиуме и специалистов. Из истории регистра рака он работает, он подразделение онкоинститута, был создан и начал свою тяжелую работу в 83-м году. Это была простая база, простой регистр, где по нашим меркам были регистрированы онкобольные с онкозаболеваниями. Но первые данные только заболеваемости начали предоставлять в 85-м году. Общий грубый показатель заболеваемости – это еще одна причина, по которой мы поняли, что информация развивается, надо регистрировать количество больных с большими темпами. И, соответственно, в период 2015 года мы разработали всю нашу систему и внедрили ее в работе с 1 января 2016 года. Как видим, данные, полные или неполные, уже не нам судить, из 85-го года, 90-2005-го, но уже после этого начался прирост, и кривая идет темпами, которые показывают о правильной регистрации. То есть она не идет вверх-вниз, а стабильно растет, согласно тенденциям на международном уровне. Что мы регистрируем? Мы регистрируем, согласно ВОЗовским правилам по МКБНО3, то есть третьим изданием, второй пересмотр, все злокачественные образования, все раки ин-ситу с соответственным кодом, все пограничные опухоли и регистрируем доброкачественные опухоли центральной нервной системы и мозга, кроме гемогеом и кист. Почему мы это делаем, исходя из специфики лечения? Но мы исключаем их из официальных рапортирований. И у нас есть такой принцип, как эпизод, что мы регистрируем и когда мы регистрируем. В первичном случае опухоли мы всегда регистрируем, это понятно. Если появился второй, третий, четвертый, злокачественный процесс или ин-ситу и так далее, мы его заново регистрируем. Пытаемся отойти от названия синхронной метахронной, поэтому мы регистрируем вторичную опухоль без каких-то других дополнений. Если есть рецидив прогрессирования, мы опять же его регистрируем, но на уже созданной регистрации, не создаем заново. Если есть какие-то пересмотры или уточнения, или неправильно поставлен первичный диагноз, мы опять же регистрируем и, соответственно, делаем либо изменения, либо исключаем. Каждое лечение специфичное, либо для опухоли, либо для рецидива, регистрируем. И посмертное выявление опухоли и ТСО тоже регистрируем отдельно. На практике как это все работает? У нас есть стандартный бланк, сейчас я его покажу. Этот бланк или это извещение заполняют все врачи, которые встречаются с раком, и отправляют в наш центр или в наш институт. После того, как делается комиссия, если это извне или изнутри, и есть окончательный диагноз, мы его берем на регистрацию. Также у нас есть связь, с которой мы обменяем электронные данные по договору по смертности. Он тоже начался в 2017 году. То есть электронный обмен данных по поводу смерти ищет в базе, система находит и есть дата смерти. И, соответственно, со всеми лабораториями морфологическими, цитологическими. И для наблюдения активного фолапа мы связываем с другими базами данными. Если сможем со страховой, то есть там есть всегда данные, если пациент сжив или нет. И по статусу с данными по популяции. Что включает основные блоки, которые включают раковые регистры? У нас есть идентификационные данные, которые ни в коем случае не позволяют дублировать пациента. Как прямые, например, персональный код, так и непрямые, например, дата месяц года рождения и пол. Данные его диагнозы, которые в комплексе, сейчас я вам их покажу. И информация о лечении. Это три блоки. Каждый из них имеет основу, на которых мы регистрируем обязательно. Дополнительные блоки. Морфологический код, согласно МКБО-3. Прогрессирование или рецидив. Запись о смертности. Мы обязательно регистрируем смертность по двум категориям. Либо это пациент, основная причина, который привлек к смерти, это образование, либо нет. И даты, которые мы регистрируем, есть некоторые даты. Основная это дата болезни, дата лечения, дата смерти. Нарушая все мысленные и немысленные законы презентации, попытались тут показать вам формуляр, в который каждый врач рапортирует. То есть он стандартный. Врач обязан заполнить формуляр. Это извещение, которое после этого пересматривается. И уже в завершенной форме мы его регистрируем. Вот тут у нас коды регистрации. И заходя из того, что внутреннее рапортирование у нас идет по МКБ-10, мы регистрируем и так, и так. Но система у нас может конвертировать из МКБО-3 в МКБ-10. Ну, по-любому, пока этот переход, и пока у нас официально используется МКБ-10, поэтому мы оставляем эту. Ну, по исходу мы уже все это конвертируем, как обычно происходит везде. Раковый регист в практике – это персональные данные пациента. Тут вводятся все данные, как вы видите. Они все обязательны. И большая проблема, не так называемая проблема, а острую проблему с детьми. А есть контроль специальный, если этот пациент – ребенок. Есть дополнительный контроль, который для того, чтобы подтвердить, что этот пациент – ребенок, регистратор или оператор понимают этого и регистрируют дальше. Раковые регистрации на практике – это уже данные опухоли. Как я говорил, у нас есть степень дифференцировки, чем мы поставили этот диагноз. Это обязательно. У нас есть такое, что мы поставили диагноз морфологический. У нас есть морфологическое и микроскопическое подтверждение. Либо это был клинический инструментальный метод, либо диагноз поставлен посмертно. И данные. Когда этот пациент первый раз… Вот это реальные данные, но уже без пациента. Когда этот первый раз пациент пришел на консультацию, когда он поступил на больницу, когда было подтверждение. И, как мы видим, две классификации внутренние для рапорта в ICD-10, то есть МКБ-10 и МКБ-О-3. Обязательный морфологический код. Регистрируем. И вот это тоже нам позволяет ввести учет качества данных, чтобы не было, например, несопоставимое с местом между морфологическим и топографическим кодом. То же самое у нас есть и для пола. Стадиализация. Один из главных факторов, который влияет, до сих пор влияло на смертность и так далее, это неправильная стадиализация. В нашем системе стадиализация привязана к диагнозу. Врач вводит ТНМ. После того, как он вводит ТНМ, образуется стадия. До 2019 года, включительно в этом году, мы используем ТНМ-7. И лечение. Эволюция лечения. О том, что еще говорил Михаил. Мы вводим все типы лечения. Хирургические, химиотерапия, радиотерапия и так далее. Мы все это вводим. Есть протокол. Дата, когда пациент начинает лечение обязательно. И есть протокол химиотерапии и операции. Операции тоже в классификаторе. Протоколы в классификаторе для того, чтобы исключили или неправильно был учет за всеми протоколами и за типы операций. Тут внизу предоставлен фаллап, который мы вводим. То есть витальный статус пациента жив-мертв. Причина смерти. Дата смерти. Если смерть связана с опухолью, или это другая причина. И кто рапортирует. Почему мы предоставляем данные от того, которые рапортируют? Потому что мы наблюдаем за... Откуда этот пациент приходит в раковый регистр. Параллелем в обычной жизни являюсь начальником центра скрининга колоректального рака эндоскопически. Поэтому если пациент приходит из скрининга, мы должны знать, что он пришел из скрининга, потому что мы проводим эндоскопический скрининг колоректального рака. Если пациент пришел из другой больницы, мы видим, что он пришел из другой больницы, но в данном случае этот пациент пришел из нашей и так далее. То есть вот сейчас мы проходим тоже канцерегистр, проводят в проекте Большом Европейском, и там уже регистрируют, какие у этого доходы у этого пациента, статус его женат, не женат и так далее. То есть мы пытаемся больше социально вмести в этом случае данных. Мониторинг качества данных. Одно из самых острых вопросов, который стоит, исключение ошибок человеческого фактора. Как мы знаем, обычно M80003 везде, у нас он минимальный. Полнота данных не позволяет система провести и записать случай, если нет полноты данных. В данном случае нет кода, сразу выдает ошибку и никак не может оператор ничего сделать, пока он не проводит полностью все данные. То есть проблемы с неполнотой данных на данный момент у нас нет. Исключение ошибки к календарным датам. Тоже Михаил Дотова говорил, мы показываем. Абсолютно смотрим даты месяц года рождения, абсолютно вычитывает, сколько возраст и выживаемость. Автоматически высчитывает выжимаясь. Например, тут выживаемость год 11 месяцев 5 дней. Используется автоматически, может вычитывать по методу Капанумера. И что еще позволяет этот контроль? Нельзя ставить, например, дату заболевания раньше или позже, чем дата рождения, например, разный. Если он родился, то есть дату заболевания нельзя поставить раньше дату рождения. Или наоборот, дату смерти раньше даты заболевания. То, что мы говорили по ТНМ, я начал тут уточню. Мы регистрируем клинический ТНМ и патологический ТНМ. Если они отличаются, то это сразу видно. Поэтому, чтобы исключить человеческий фактор в стадиализации, чтобы была скоординирована координация между ТНМ и стадиями, это автоматически дает система. И, например, если до операции мы не знали, или Н был 0, после операции препарат посмотрели, и морфологи дали по 2, автоматически стадия патологическая выпрыгивает и показывает истинную ситуацию. Это позволяет нам вычитывать правильную смертность, потому что ставим истинных пациентов, например, в третьей стадии, в третью, истинных из первой во вторую и так далее. То есть очищаем стадии, поэтому нам позволяет высчитывать правильную выживаемость. Некоторые данные с этим, думаю, что закончу, покажу. Несмотря на то, что мы еще уже в 2019 году, пока что это на 2018 год предварительные данные. Это заболевание, почему я только ставлю вопрос о острые заболевания, потому что пока что канцерегистр очень четко пытается правильные цифры показать по заболеваемости. У женщин 277,3, у мужчин 297,6, это за 2018 год, но это предварительный грубый показатель. И приведено 5 позиций, где больше всего заболеваемости разделены по полу. И второе, у детей 11,2, на первом месте гемобластоза, потом обхоли мозга и мягкие ткани. Уже переходит система раковый регистр, может высчитать стандартизованный показатель по заболеваемости, приводит в таблицу по возрастным группам. Это уже нам позволит сделать сопоставимые два данные с другими странами, с другими регистрами. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Вадим Федорович. Какие вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Да, мы вводим данные о смерти в DCO. Есть отдельная графа там, где я показывал. То есть изначально мы вводим, откуда этот пациент пришел и как это первично взятый на учет пациент или это DCO пациент. И система автоматически скидывает их и показывает, если это DCO или не DCO. В продолжении предыдущего вопроса хотел бы задать еще один. Вы говорите DCO. У вас активное прослеживание есть или нет? То есть активное прослеживание. Как вы данное прослеживание получаете у себя? Сейчас активное прослеживание проходит. Если вы просто выключили презентацию, есть дата, когда мы являемся централизованным институтом. Есть дата, когда они приходят на контроль повторно, либо по лечению, либо из списка. То есть вы активно с районными онкологами связываете? Да, либо с онкологами, которые приходят на сверку. Сейчас мы хотим подсоединить нашу базу к страховой, потому что в страховой компании всегда есть статус пациента. Как он выходит из базы страховой компании, сразу он читается умершим. То есть вы соединяете данные по страховому номеру, да, гражданину? Персональному номеру. Персональный номер. То есть персональный, национальный номер, да? Ну, замечательно. Да, и дефицитационный номер персонального всех пациентов есть. Это замечательно. Это сразу же повышает вашу ренегистрацию. И еще, вы несколько раз сказали, что вы рассчитываете выживаемость. То есть автоматически система рассчитывает выживаемость. По каплану мэру? Относительно вы не считаете? Можем считать. Мы тоже, мы считаем, что если есть каплан мэр, можем вычитать всю. Ага, еще, Вадим Федорович, спасибо также за доклад, за ваш замечательный. По детям хотела бы уточнить. Детей регистрируете? У вас всевозможные контроли стоят? Каким образом отслеживается переход детей во взрослый регистр, получается? Да, это первый вопрос. Второй вопрос. Здорово, действительно, что вы регистрируете доброкачественные опухоли центральной нервной системы. По каким учетным признакам регистрируете и какой опыт наблюдения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Нет отдельного детского регистра. Просто для того, чтобы мы были убеждены, что это детский возраст, есть дополнительная система контроля. И уже со возрастом в том же регистре ребенок пока не умирает, он идет в выживаемость автоматически, когда он доходит до совершеннолетнего, он переводится. Но нет отдельных списков. То есть он в общем списке, но за пределами того, что мы видим, это автоматически анализируется и он переходит. По поводу центральной нервной системы, если есть подтверждение, то есть только с подтверждением морфологически, он считается злокачественным. Если нет, то он берется по клинический, с ним разные компьютеры, томографии и так далее, он идет на доброкачественные. Есть, мы их регистрируем, они есть. В основном мы ставим оценку на наблюдение, на лечение этих пациентов, которые с доброкачественными. Их не так много, но они есть. Особенно дети и в некоторых случаях взрослых. Спасибо. Я хотел бы внести некоторые уточнения в то сообщение, которое вы слышали. Вы видели, что создан был регист Молдавии в 1983 году, да, в 1983 году. Именно в этом 1983 году мы вместе с нашим программистом Четвертаковым как раз приезжали в Молдавию агитировать и методически определять начало этих дел. Тогда в стране создавалась автоматизированная информационная система онкослужбы. Она не называлась раковый регистр. И основа, конечно, была только на вычислительных машинах ЦСУ, потому что еще не было ни... То есть первые персоналки появились. Так что все это пало на благодатную почву. И большое вам спасибо, что вы включились в эту работу. Единственное, что хотел бы, конечно, чтобы вы какие-то итоги свои по электронной почте периодически передавали. Наверное, у вас есть какие-то публикации? Спасибо. Спасибо огромное. Так, значит, у нас... Я тоже могу добавить просто буквально секундочку. Я вообще думаю, что вот эта вот конференция, которая у нас вот сейчас прошла, вот эта часть, и вот наша работа в одиоре, я думаю, что мы можем проанализировать... Вообще, может быть, регистры, которые проходят у нас, может быть, в рабочем порядке. Мы с Дилярой Радиковной переговорим, потому что все-таки вот одиор является такой мощной базой, и, может быть, здесь мы что-то можем тоже продемонстрировать. Тогда вот Елена Вячеславовна Филоненко, она вот профессор, находится здесь, и она исполнительная директора одиор, и можно будет через нее все эти предложения аккумулировать, чтобы мы с вами могли выйти вообще на вопрос СНГ. Почему? Я недавно встречался с министром здравоохранения Узбекистана. Они просили нам наладить регистр, потому что там не очень хорошо, но нам нужно вот, чтобы мы сделали такую рабочую группу. И к нам обратились наши хорватские коллеги, у них тоже нет регистра, немцы не смогли им помочь, и они с нас. Более того, это единство, кто сейчас наутсерсен. Поэтому, если нас сейчас даже вот у нас заберут, мы попробуем в странах СНГ, чтобы как-то эту вот научную составляющую не упустить. Спасибо. Продолжение следует...